Всем привет! Это Леонид Волков и наша новая, и, надеюсь, регулярная рубрика, где мы говорим о новых пакетах санкций, которые вводят Европа и весь мир против Путина и его режима. Вот только что Евросоюз принял восьмой уже пакет санкций, и нам несется огромное количество вопросов, что они означают, а главное, что Европа сделала хорошо, что Европа сделала плохо. Давайте с этим разберемся. Мы, безусловно, это расследствие проведем. Хорошо. Потолок цен на нефть очень сильно ограничит возможность финансирования путинской войны. Плохо. Всего 30 человек в списке индивидуальных санкций. Это просто никуда не годится. Там какие-то имена, которые должны были быть под санкциями уже 100 лет. Например, заместителю Шойгу. Мы предлагаем, как вы знаете, совсем другой подход. Внести под санкции очень много людей, несколько тысяч, но при этом дать им путь оттуда выйти через отход от режима, через разрыв с Путиным, через осуждение войны. Сейчас получается, что европейцы засовывают под санкции очень мало людей, но при этом никакого пути на выход у них нет, и они только сильнее прилипляются к Путину. Счет 1-1. Хорошая штука. Запрет на предоставление консалтинговых, архитектурных и IT-сервисов. Очень сильный удар по, ну, собственно, операциям путинского режима. Плохая штука. Нет запрета на продажу алмазов. Алроса, компания, в которой сидит семья Сергея Иванова, ближайшего путинского сподвижника, и которая очень и очень много денег зарабатывает для путинского бюджета, собственно, продавая российские алмазы, будет и дальше это делать. Счет 2-2. Криптокошельки. Слушайте, это просто никуда не годится. Мы не понимаем, каким образом, каким-либо друзьям Путина холодно или жарко от запрета криптокошельков. Сейчас Центробанк российский разрешает миллион долларов в день выводить. Любой путинский друг просто давно уже сделался еще в Дубае. И туда вполне официально и легально выкачивает свои средства. А криптокошельки как раз нужны были диссидентам, независимым журналистам, тем, кто работает с нежелательными организациями, тем, кто продолжает заниматься оппозиционной политикой в России. Им надо как-то получать деньги. И безопасно это можно было делать только через криптокошельку. Теперь это будет гораздо труднее. Считаю, что это просто выстрел в ногу со стороны Евросоюза. Счет 2-3 не в пользу восьмого пакета санкций. Я бы сказал, что в нем больше плохого, чем хорошего. Евросоюз пока что двигается слишком медленно, а часто еще и не в ту сторону. Что на самом деле нужно? Вы знаете, мы про это рассказываем. И будем дальше терпеливо объяснять в Бодеселе, Страсбурге, Бролине, Париже и где угодно. Надо радикально расширить количество людей, персоналей, вносимых в санкционные списки. И, конечно, надо ограничивать возможности путинского режима получать твердую валюту, которая потом тратится на вооружение, на убийство мирных украинских граждан. А не вот той фигней заниматься, которой во многом сейчас занимаются европейские политики.